Олимпийские игры 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 Но в февраль-март 2013 года был уже в Сочи на тестовых соревнованиях, которые показали, что гораздо все проще и интереснее. Интереснее, да. Это самое главное, наверное. Но вот, Илья, волонтеры – это человек, который работает бесплатно. Так точно. Олимпийские игры, потом еще паралимпийские игры. Там тоже, да, волонтером? Да, я участник олимпийских и паралимпийских игр. То есть это достаточно длительный и затяжной процесс. То есть работать бесплатно два месяца. Ну, в конце концов, кто-то это должен делать кому-то. Ну, на самом деле, я в этом большую проблему не вижу, так как, ну, если уже говорить об оплате, обучение нам, проживание нам предоставляется, питание предоставляется, обмундирование предоставляется, передвижение по большому Сочи предоставляется. Ну, а в принципе уж, как говорится, с остальным мы сами справимся. Это не только увлекательное событие, это возможность быть внутри всего происходящего. Это еще и огромная ответственность. Да, да, я сотрудник пресс-центра, соответственно, на нас лежит тоже большая ответственность. Результаты, то есть те результаты, которые будут показаны всем зрителям по телевизору, они зависят от нас, как мы их соберем, скомпонуем, как говорится. И передадим в главный медиа-центр, откуда уже все это пойдет дальше. А вот, Илья, у меня такой вопрос. Лично, есть личный интерес какой-то, например, что-то нравится больше всего, что-то хочется увидеть больше всего в первую очередь? Ну, наверное... Или просто все это вместе, все это шоу, все это фейерверки? Стандартный ответ, наверное, всех волонтеров и всех, кто едет на игры как зрителя, это, естественно, открытие и закрытие. Самое важное. Ну, одно из самых важных. Профессиональная точка зрения общения с ведущими российскими журналистами, с западными. То есть, опять же, как показали тестовые игры, мы хорошо вошел в контакт, скажем так, с французскими журналистами, также знакомство со спортсменами, как российскими, так и западными. В жизни все пригодится. Опять же, опыт. Ну, это практически даже не то, что опыт, это вообще возможность войти в историю. В том числе, да. Это же исторический момент для нашей страны. Да. То есть, мы должны не подкачать. Мы не подкачаем. Хорошо. Илья, а вот олимпийские игры – это спорт, да? Это спорт. А вот как отношение к спорту? Наблюдательное. 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 А есть шанс, что после олимпийских игр отношение к спорту станет не просто наблюдательным, но еще и участником какого-нибудь? Ну, после тестовых соревнований было желание просто ради интереса заняться керлингом. Я был на международном чемпионате по керлингу. Но пока это на уровне желаний. На уровне желаний. За какой вид спорта больше всего будете болеть, переживать? Работаю я опять на керлинге. Посещать буду фигурное катание и бятвом. Вот Сочи, ну, прекрасный город. Ну, да. Климат отличный от нашего. Более чем. Какая развлекательная программа предстоит? Есть уже какие-то планы? У меня одна дорога в горы. В горы. В горы. Я очень люблю горы. И, соответственно, в любое свободное время я буду стараться поехать куда-то в горы. Ну, опять же, по поводу спорта, сноуборд. Покататься на сноу. Не страшно? Уже нет. Илья, волонтеры из разных стран и из разных городов. Ну, наши соотечественники есть, это понятно. Кто-нибудь из Рязани еще есть? Насколько я знаю, кроме меня едут еще 4 человека. А лично не знакомы? Мы общались в ВКонтакте, то есть уточняли, у кого какие функции, когда какие заезды. Вот еще один молодой человек, он у нас будет в прессе в горах. И три девочки, они в медицине. Две в прибрежном кластере, одна, по-моему, тоже в горах. А вот по поводу жилья. Где там жить? В Нижней Меретинской Низменности построили достаточное количество домов, как нас уведомили. Я была в Сочи, там много всего строят. Вот, и сказали, что там отдельный городок для волонтеров. Другой момент, как это все будет выглядеть по факту, ну, как говорится, поживем увидим. Ну, то есть, в принципе, никаких проблем не должно быть с тем, чтобы туда добираться, чтобы во всем этом участвовать? Доезжаем до Адлера, нас там встречают, везут, селят, получаем форму, аккредитацию и так далее. Кстати, насчет формы. Она красивая? Она нарядная, скажем так. Боско постарались. И всегда там придется ходить в форме? Да, постоянно в форме. Форму нам в этот раз подарят, что очень многие волонтеры... То есть, потом вы сможете забрать ее на память? Да, да. То, что после тестовых соревнований форму забрали, что очень сильно расстроило. В общем-то, меня в том числе, потому что, ну, красиво, хотелось бы оставить на память. Здесь нас заверили, что по личному распоряжению Владимира Владимировича форма в подарок волонтеру. То есть, денег вы не заработаете, но зато получите массу впечатлений и форму. Знакомые, родные, как вот относятся к твоей этой идее? На самом деле, по-разному. По-разному. Кто-то одобряет, кто-то говорит, зачем тебе это нужно, кто-то просто нейтрально, ну, захотел, поезжай как бы. Ну, в большинстве хорошо. То есть, больше положительных? Да, да. Мнений, нежели отрицательных? А почему отрицательные есть? Просто куда же ты на два месяца денешься, да? Ну, скажем так, да. А, кстати, с собой нельзя там никого брать? Нет, к сожалению, я уже продумывал этот аспект. И по ряду причин два месяца отсутствия тоже накладывает некоторые негативные моменты на личную жизнь, но, как говорится, игра стоит свечи. Жизни надо чем-то жертвовать. Да, да. Я считаю, что я сделал правильный выбор. Ну, что ж, Илья, спасибо тебе огромное. Удачи. Не подведи нашу страну. Ни в коем случае. Это самое главное, да. И массу-массу отличных, ярких впечатлений желаю. Спасибо. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у нас был сегодня Илья Болдина, волонтер зимних Олимпийских игр в Сочи 2014. И паралимпийских. И паралимпийских игр. В эфире телекомпания «Город» и программа «Семь минут». Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...